Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Сегодня на моём канале будет видео разговорного жанра. Сегодня я хочу поговорить с вами, поделиться кое-какими событиями в своей жизни, рассказать, что нового, что интересного произошло в моей жизни, рассказать вам некоторые прикольчики из моей жизни. Во-первых, хочу попросить прощения за то, что очень давно не выкладывала видео из щадрулетки, потому что у меня, как вы знаете, были большие проблемы с интернетом. Короче, мы с Сашкой поменяли интернет, теперь у нас не сети Тагила, а теперь у нас Ростелеком. Скорость действительно стала больше, но если я, к примеру, эфирю через ОБС студию, то у меня всё равно всё тупит, всё тормозит. И, скорее всего, виноват в этом был не интернет, а, скорее всего, в этом виноват именно процессор. У меня и видеокарты, или видеокарты, или процессор, ну, в общем, что-то из этого у меня. У меня старый ноутбук, ему, наверное, уже или два, или три года. То есть это старый уже ноутбук. Мы с Сашкой примерно присматривались к новому ноутбуку. Такой ноутбук, который мне нужен, он стоит около 70 тысяч, ну, а точнее сказать, 77 тысяч, почти 80. Такие деньги, конечно, таких денег у нас, конечно, нет, но поэтому пока что придётся забыть про эфиры. Я буду записывать, продолжать и выкладывать видеоролики оффлайн. То есть пока что буду просто записывать. Ну, а эфиры прямые, наверное, буду вести, когда уже решу вот эту проблему со своим ноутбуком. Правда, непонятно, когда это будет. Что касается интернета, мы подключили тариф на 500 мегабайт. Вот, и, в общем, получилось так, что опять у нас маленькая скорость, короче, опять никакие 500 мегабайт, естественно, у нас не показывает. Мы сегодня вызвали мастеров из Ростелекома. Они всё проверили, они всё посмотрели, вот. И сказали, что у нас виноваты наши ноутбуки. Потому что, когда они засунули провод в свои ноутбуки, у них показывала вполне нормальную скорость. Вот. И получилось, что виноваты наши ноутбуки, что у нас якобы слабые сетевые карты. Сегодня также придёт мастер наш знакомый, который устанавливал нам одиннадцатую винду. Вот. И он нам посмотрит и скажет, может быть, придётся обновлять драйвера. Вот. И, короче, ну, будем, короче, решать, будем думать. Двадцать шестого сентября нам с Сашкой исполнилось восемь лет, как мы живём вместе. Сашка подарила мне цветы. Также его сестра подарила мне Рафаэллу. Вот такую вот Рафаэллу подарила. Такую, видите, прикольненькую Рафаэллу оригинальную. Вот. Я ему подарила внешнюю звуковую карту. Вот. Но она, к сожалению, не подошла. Мы, короче, заказали другую видеокарту сезона. И где-то в пятых числах октября нам должны привезти карту. Вот. Ещё хотела с вами немножечко посмеяться, поугарать. В общем, короче, в ВКонтакте есть такая группа, называется ЧДК. Чад для крольчат. И я очень долгое время там сидела. Сейчас я там практически уже давно не сижу. Эта группа примечательна тем, что там сидят в основном девушки, женщины, девочки. Ну, в общем, женский пол. Мальчиков там практически нет. Ну, есть там два-три человека. И вот я недавно заходила в эту группу. И, честно говоря, я в таком шоке. Это просто вообще... Это настолько вот людям заняться нечем. У них настолько вот, видимо, скучная жизнь. В общем, они сделали нарезки, записи с моего YouTube-канала. Видео, где я... Где я, Глафира Петровна... Все мои видео, где я, Глафира Петровна, они выложили у себя в группе. Вот. Ну и, короче, я прочитала. Я просто в шоке. Мне там писали, что я сумасшедшая, что им стыдно за меня, что там я ебанутая, там, что я такая сякая. Потом, да, мы все писали, что, Аида, мы тебя узнали, что никакая ты не Глафира Петровна, что у тебя плохая от того, что ты одела очки и шляпу. Ты от этого, Аидой, быть не перестала. Ребят, ну что за бред? Ну что за бред вы несете? Ну что вы за люди-то такие? Вот вам лишь бы поиздеваться. Вот реально. Сколько можно надо мной издеваться и смеяться? Вы что, ну я что, я хоть в одном видеоролике говорила, что Глафира Петровна это отдельная личность. Нет. Ребят, вот вы ходите в кино, да, там люди снимаются в кино. И что получается, что все актеры, которые играют в кино, они по вашей логике ебанутые, что ли? Глафира Петровна это мой образ, это моя роль. Я специально, да, я специально играюсь. Кто-то даже написал, а твоему Сашке не стрёмно, что ты клеишь других мужиков? Да никого я не клею. Никого я не клею. Я просто играю роль Глафиры Петровны. Это не я, это она клеит. Ведь когда актеры или актрисы играют в кино, у них есть и мужья, и жены. И они понимают, что актеры иногда играют, да, и флирт. Они играют знакомство, они играют любовь. Я играю роль Глафиры Петровны, как будто она ищет себе деда. И почему-то многие решили, что я, как Аида, я, как Аида Москва, ищу себе деда. У меня есть Сашка, у меня есть замечательный парень. Муж, которого я очень люблю. И мне не нужны никакие деды. Это просто роль, это просто прикол. Чего же вы так серьёзно-то к этому относитесь? Я, кстати, ушла из этого чудака по той причине, что в мой адрес было много издевательства. Надо мной там очень много издевались, прикалывались, шутили. И я решила оттуда уйти. Некоторые люди меня уговаривают вернуться обратно. Нет, я не вернусь. Почему я должна сидеть в группе, где надо мной издеваются? Где меня не понимают? Вот. Вы просто поймите одну такую вещь. Я инвалид. У меня ДЦП. Я сижу постоянно практически в четырёх стенах. И вот эта вот чадрулетка, она позволяет мне хоть немножечко иметь какие-то занятия в жизни. Она меня отвлекает от скучной бытовой жизни. Ведь, по сути, вся моя жизнь – это стирка, уборка, глажка, готовка. Вот это всё-всё-всё круглое. У меня нет друзей. У меня нет... Я нигде не работаю. У меня нет возможности много быть в реальной жизни. Поэтому я придумала себе чадрулетку. Я сижу в чадрулетке. Я сижу, как Глафира Петровна. Но почему-то многие думают, что я пытаюсь, что Глафира Петровна – это чуть ли не моя психологическая проблема. Я Глафира Петровна. Вот. Это просто моя роль. А многие, причём не только в ЧДК, на ютубе мне тоже многие писали, что ты там больная на голову, что ты там то-то-то. Но люди просто не понимают, что Глафира Петровна – это просто роль. Это не... Я не как... Я Аида. Я Аида и только Аида. А вот эти все Марго Кипелова, потом Глафира Петровна – это все роли. Это просто роли. Ладно, я буду заканчивать своё видео. Пойду монтировать для вас ролик. Вот. Хочу сказать... Хочу передать огромный привет ЧДК и сказать, что да, там очень много хороших девочек. Очень много девочек, которые относятся ко мне хорошо. Это я не отрицаю. Не все плохие в ЧДК. Но есть такие девушки, которые просто и... Ну, блин, я от них в шоке. Что они меня там поносят, что меня оскорбляют, что такие порой страшные слова пишут, что я просто в шоке. Особенно меня удивило, как что им жалко моего Сашку, что я клею других мужиков, что я позволяю себе флирт. Но они не понимают, что это моя роль, это прикол. Это шутка такая. Никто никаких дедов не ищет. И мне не нужны никакие деды. Я не хочу ехать в Германию. Я не хочу ехать в Европу. Это просто такая шутка. Это насколько я не знаю, надо быть кем, чтобы не понять этого. Ладно, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Не забывайте о том, что на моем канале есть донаты. Донаты это добровольное пожертвование, финансовое своему любимому блогеру. Все реквизиты я, как всегда, оставлю под видео. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. С вами была Аида Москва. Всем пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok